В Западной Японии небольшой производитель кондитерских изделий в этом году планирует выплатить более высокие бонусы, чем в предыдущие. Говорит, продажи возвращаются к докризисному уровню. В крупных корпорациях страны наблюдается тенденция, которой стали следовать и более мелкие производители. На фоне растущей инфляции и большого дефицита рабочей силы сотрудникам повышают зарплаты, чтобы их удержать. «Чтобы поощрить сотрудников, переживших пандемию COVID и повысить их производительность, мы хотели бы хоть немного повысить заработную плату». В этом году почти 60% японских малых и средних предприятий планируют повысить заработную плату. Причём около трети из них на 4% и выше. Это хотят сделать путём выплаты более высоких бонусов и вознаграждений. Зарплата в Японии почти не росла со времён кризиса в 90-х. Но в последнее время она стала повышаться, поскольку компании вынуждены компенсировать работникам растущий прожиточный минимум. «Более высокий бонус даёт мне больше мотивации в работе, поэтому я очень довольна. Если возможно, я хочу использовать бонусную выплату для путешествий не только по Японии, но и за границу». Однако прогресс в повышении заработной платы может замедлиться, поскольку малым и средним предприятиям приходится бороться с растущими материальными затратами. Эта кондитерская, например, не поднимала цены на свои сладости последние несколько лет, даже во время пандемии. Но рост стоимости сырья может привести к подорожанию. На улицах Токио люди поддерживают повышение зарплат, но также понимают, почему некоторые компании этого не делают. «Дела в компании идут не очень хорошо, поэтому я не думаю, что есть возможность для повышения зарплаты. Честно говоря, я хотел бы, чтобы мне подняли зарплату. Но думаю, экономическая среда в мире очень тяжёлая. Понимаю, что это будет сделать трудно. Также надеюсь, что мы сможем свести концы с концами дома». Тем не менее, на переговорах с профсоюзами крупные компании предложили повышение на 3,8%. Это самое большое увеличение за 30 лет. Теперь главный вопрос – справятся ли с такой же задачей небольшие фирмы Японии, в которых трудится около 70% японских работников.